Библейский портал экзегет.ру представляет 31 глава Бытия, перевод российского библейского общества Читаю для библейского портала экзегет Вот мы с вами внутри истории Якова, который позже получит имя Израиль И здесь столько всяких мелочей, что прямо даже досадно Неужели о чем-то более серьезном нельзя было поговорить Вот в прошлой главе мы читали, например, Яков договорился с Лаваном Что его платы будут пестрые, крапчатые козы и овцы Ну понятно, по сути козы и овцы, где чьи, не ставили на них клейма Или бирку какую-то не вешали По цвету, вот цвет сразу определяет И Яков для того, чтобы рождались здоровые козы и овцы Вот этой расцветки, которая его клал в поилку прутья С ободранной корой, когда случка была у крепких животных Слушайте, ну это, во-первых, полная фантазия Потому что мы знаем, что абсолютно не влияет на расцветку животного То, что видит животное в момент случки В древности было такое поверье, это правда А с другой стороны, ну какая-то мелочь Вот даже, мне кажется, для священного писания Ну просто неприлично на такие вещи внимание обращать Случка, коз и козлов И что там у них лежит в поилке перед глазами в этот момент Ну слушайте, ну вот о чем вообще вот Библия, священная книга Вот об этих мелочах Ну 31 глава нас тоже будет продолжать этим шокировать А потом мы задумаемся, зачем все-таки это нужно Итак, Иаков работает на своего теста Лавана У него две жены, жены уже родили много сыновей Иаков разбогател В общем, ну, как бы программа минимум выполнена Иакову стало известно, что сыновья Лавана говорят про него так Иаков забрал у нашего отца все это За счет нашего отца он приобрел свое богатство Иаков уже и сам заметил, что Лаван смотрит на него не так, как прежде И Господь сказал Иакову Вернись домой к родным, я буду с тобой Мы говорили, что Иаков близнец У него есть брат Исаф И в истории Иакова все время близнечные мотивы То есть у каждого значимого события есть две причины Два мотива Один земной, другой небесный И вот здесь Иаков замечает, что Лаван и его сыновья смотрят на него с подозрением Ну да, вот она человеческая благодарность Иаков сделал так, что у Лавана стало много стад Ну и себя не забыл, не обидел тоже Ну и что? Ну, Лавана-то прибавилось, а не убавилось А тот завидует Вот если бы у него, наверное, все было плохо Ну, Иаков был бы еще более нищим То Лаван бы был доволен Странное свойство человеческой натуры А с другой стороны, Господь Иаков возвращает в ту землю К которой он, собственно, принадлежит Которая ему будет, его потомкам принадлежать Два мотива Как будто не пересекаются Вот вновь и вновь действие идет Вот здесь человеческие страсти Неблагодарность Обман Слепота Глупость Жадность Вот это все бурлит, да? Все нам знакомо А с другой стороны, Божьи замыселы Они как будто не пересекаются Но как-то оказывается, что они в одном направлении Яков послал Зарахилью и Ильи женами Чтобы они вышли в поле, где паслись его стада Так подальше от отца и его работников И сказал Я смотрю, ваш отец относится ко мне уже не так, как прежде Но со мной Бог моего отца Ведь Яков осознает обе Оба плана бытия Обе причины, да? Сами знаете, я работал на вашего отца За всех сил Он меня обманывал И десять раз менял назначенную плату Мы, кстати, об этом не читали Он менял ее не десять раз Он сначала за Зарахиль Потом за Лию Ну, точнее сказать, он подменил Зарахиль Лии Ну, в общем, за двух своих дочерей Потом за Скотт Но он же не будет женам своим говорить Вы знаете, вообще-то вот вас мне тут навязали Как какую-то плату К тому же, одну из вас дали в нагрузку к другой Безобразие какое Ну, им же обидно будет Он поэтому так смягчает это Только Бог не давал ему причинить ни зла Если ваш отец говорил Мне твои платы будут крапчатые И весь скотт рождался крапчатым А когда говорил Твои платы будут пестрые И весь скотт рождался пестрым Вот так и передал мне Бог стада вашего отца Интересно, что мы не читали Чтобы Лаван менял Вот расцветки скота Который идет Иакову в уплату Может быть, здесь Иаков Даже немножко присочиняет А может быть, просто Эта деталь опущена Как-то раз в пору случки скота Я увидел во сне Что все козлы, которые покрывали коз Были пестрыми, крапчатыми Или пятнистыми Иаков возвал ко мне Ангел Божий во сне Кстати, никаких прутьев Вот во сне он видит все правильно Расцветка скота Зависит прежде всего От расцветки родителей Того скота, который рождается Генетика еще не открыта Но она действует Вот интересно, что сам Иаков Занимается какой-то ерундой Но во сне он видит Правильную связь событий То есть, как соотносится наша деятельность Бурная И вот тот мир Который открывается в откровении Иаков возвал ко мне Ангел Божий во сне Я ответил, да И он сказал мне Посмотри, все козлы Что покрывают коз Или пестрые Или крапчатые Или пятнистые Забудь про свои прутья Что ты напридумывал Но тот не забывает, конечно Я вижу все Что Лаван с тобой делает Ведь я бог Бетеля Где ты дал мне обед Возлив оливковое масло На камень, вставай, уходи Из этой страны И возвращайся в родную землю То есть, все от Бога А не от твоих собственных усилий Говорит ему Бог Вот зачем нам нужны Эти козлы и козы Да, вот это общество Оно довольно простое Невозможно было Излагать богословские мысли На языке вот каких-то Наших богословских терминологий Там, я не знаю Воля гномическая Или воля еще какая-нибудь Или там синергия Бога и человека Слушайте, вот из современных Людей мало кто Владеет этим языком А кто владеет Тот обычно в него Уходит с головой Уже не обращая внимания На все окружающее А вот все просто Вот они пасли скот Вот история про то Как пасут скот Как меняется расцветка скота Это они понимали То есть, какие-то Очень важные идеи На простом Конкретном уровне Чтобы любой человек Пощупал Более того Это же откровение Не только для израильтян Хотя мы стараемся Читать из древнего Ближнего Востока Глядеть на эту книгу А это для всех Времен и народов И вот люди Которые пасут скот Поймут этот отрывок Они поймут этот пример А про синергию Или гномическую волю Нет Потому что у них Может быть и в языке Нет таких понятий Рахиль и Илья отвечали Нам и нашим сыновьям Так что поступай Как велит себе Бог Интересно, что Никакой сентиментальности Там папочка дорогой Как же мы тебя покинем Или наоборот Как надоел нам этот Наш отец Тиран и деспот Сугубо имущественные отношения Но одновременно Хитрость Выбрал время Чтобы можно было уйти И Рахиль взяла с собой Домашних башков Своего отца А вот Рахиль Украла Рахиль не спросила Домашние башки Они же там язычники У них стоят Где-то там В доме На полочке На особой Маленькие такие башки И там Молятся им Ну это было Всех древних народов Было Так Иаков Обманул Лавана Араме Ничего ему не сказав Ушел от него Вместе со своим добром Переправившись через реку Иаков направился К Галаадским горам Обманул Обхитрил Но не украл Рахиль украла Но ничего не сказала мужа На третий день Лавану донесли Что Иаков ушел Лаван собрал своих родичей И погнался за Иаковом А Лаван такой человек Который передумывает Да вот Он У него работник уходит Причем очень ценный работник Да еще и дочерей его уводят Через семь дней Он нагнал его В Галаадских горах На той же ночи Во сне Бог явился Лавану Араме И сказал Смотри ничего не делай Акову И вновь Божество Вмешивается В человеческие Страсти Мордасти Лаван был уже Совсем рядом с Аковом Иаков разбил свой стан В горах Лаван со своими родичами Оставался в горах Галаада И Лаван обратился к Акову Что ты делаешь Ты меня обманул Угнал моих дочерей Будто пленец Добытых на войне Зачем ты ушел от меня Тайком обманул меня И ничего не сказал мне Я бы проводил тебя С веселыми песнями По звуке бубна и цитры А ты даже не дал мне Поцеловать дочерей и внуков На прощание Глупо ты сделал Кто его знает Проводил бы он Или наоборот не пустил Но он естественно Себя выставляет В таком Хорошем свете То есть надо было Проститься по-человечески Мы бы праздник устроили Глупо ты сделал Я мог бы хорошенько Отплатить вам за это Но сегодня ночью Бог вашего отца Сказал мне Смотри ничего не делай Акову Ладно Продолжал Лаван Ты ушел от меня Потому что соскучился По родному дому Он уже это принял Но потребовалось Мешательство Бога Смотрите Бог покровительствует Иакову Во всех этих его хитростях Он его оберегает Он не поддерживает его Может быть махинации Но он не дает И погубить его Но зачем было Красть моих богов Разумно вопрошу От Лаван Я боялся Отвечал Иаков Лаван Но думал Ты заберешь назад Своих дочерей Но у кого найдутся твои боги Тому не будет в живых Пусть наши родичи Будут свидетелями А смотри все Что есть у меня И что твое Забирай Иаков не знал Что это Рахиль украла башков То есть еще раз Принципиальный момент Хитрость допустима Воровства нет И Яков И Яков сам Свою любимую жену Приговаривает к смерти Не зная Этого Вот Яков это же Прародитель Израильского народа И Это такой урок На будущее Причем на очень простом Конкретном уровне В чем Будут основные грехи Израильского народа В будущем Ну впрочем Израильского я говорю Как будто там У русского Или японского Или американского народа Другие Идолопоклонства И Вот Всевозможное Социальное зло Воровство Один из ярчайших примеров И вот уже здесь Это происходит Да Она ворует Одновременно ворует Идолов Башков домашних И Ну это такая Минута слабости Может быть Она хотела Взять с собой Что-то из дома Такое вот Родительское Думала что Ну лишние башки Не помешают Вдруг они тоже Приносят удачу Здоровье Богатство Да Многие люди Так думают Но Иаков Вот тот Кто здесь Собственно Собою Представляет Израильский народ Хотя он еще один Единственный Ну и его сыновья Он категорически Отвергает И то и другое Просто он не знает Что это творится И в дальнейшем Для израильского народа Урок А ты знай А ты смотри Вокруг себя Пророки будут Осуждать Идолопоклонства И социальную Несправедливость Лаван Лаван обыскал Шатры Иак и Вли Обеих служанок Но ничего не нашел Выйдя из шатры И он пошел К шатер К Рахиле Ну они же кочевники Да То есть шатры Разбили Каждая сидит в своем Это принципиально Что у женщин У разных жен Разные шатры Что на одной кухне Две хозяйки не встречаются Рахиль тем временем Взяла домашних башков Засунула их В верблюжье седло И усела сверху В верблюжье седло Если кто не видел Это такая табуреточка Небольшая Верблюды же Горпали Два горба И надо ставить Что-то Чтобы можно было сесть Это не лошадиное седло Это маленькая табуреточка Ее можно снимать С верблюда Ставить на землю И садиться на нее Тоже как на мебель Ну она спрятала А куда ей спрятаться Она в панике И собственно И муж приговорил к смерти Отец стал обыскивать Его шатер Но ничего не мог найти Рахиль сказал ему Пусть не гневается Господин мой Что я не могу Встать перед ним У меня обычное Женское недомогание Ну нам еще тут Про менструацию Не хватало В священной книге Да Мало того Что про случку Козлов и Косток Еще и про менструацию А нет ничего грязного Вот жизнь Она имеет Разные свои проявления В том числе Чисто физиологически Грязное Это воровство Грязное Это идолопоклонство А не физиология В том числе Такая И поэтому Рахиль Что она ему говорит Она говорит Я нечиста Ритуальная нечистота Женщина У которой Месячная Она не может Вставать перед мужчиной Она должна сидеть В отдельном шатре К ней нельзя прикасаться Ну это такие Очень архаические правила И с помощью С помощью этого Хитрости Обмана Мы не знаем Было это правда Или нет Но В любом случае Если бы она Положила башков Вот под себя Когда у нее Месячный Она бы их Осквернила Но с другой стороны Они и так Идолы С точки зрения Повествователя Они Осквернения Сами по себе Гораздо больше И вот Смотрите Воровство И чтобы покрыть Воровство Приходится прибегать Ко лжи И приходится Объявлять себя Нечистой Смотри Совершая один грех Ты тем самым Прокладываешь Дорогу К большему количеству Грехов И ритуальной Нечистоты То есть Ты вступил На этот путь Тебе не удастся С него сойти Благородно и красиво Выкрутиться Может быть Удастся Что Рахиле И произошло Лаван все Перерыл Но башков не нашел Теперь уже Иаков разгневался И стал обвинять Лавана Так в чем же Моя вина В чем мое преступление Что ты за мной Погнался Ты перерыл все Мои вещи Что за своего Ты там нашел Давай показывай Пусть родичи Нас рассудят 20 лет я на тебя Работал Не было за это время Выкидащей Ни овец Ни укос Я ел баранов Из твоего стада Я не ел баранов Из твоего стада Ну то есть Пастух вполне естественно Пользуется Тем что пасет Стадом А он даже Этого не делал Если бывало Скотину задерут Дверь Я не приносил ее тебе Но сам возмещал убыток Тот же Ну Форс-мажор Непредвиденное обстоятельство А он И это покрывал Днем ли было дело Ночью Или ты спрашивал С меня за пропажу Днем меня мучил зной Ночью холод Я глаз не смыкал 20 лет я был у тебя 14 лет я работал За тебя На тебя За твоих дочерей 6 лет за скот А ты 10 раз Менял назначенную плату Чего-то мы не знаем Рассуна Лаванова В этом обвиняет Значит просто Эта деталь Выпала Вот смотрите Одни мелкие подробности Входят в текст Потому что они Дают какой-то важный урок И повествования Развивают А другие Даже пусть это важно Оказывается Лаван Плату Все-таки менял Да Да это мелочь Это подробность Которая нам ничего не дает Да если бы не был со мной Бог отца моего Бог Авраама И ужас Исаака Да вот Тот кого Исаак боялся Исаак он вообще такой Тихий Авраам как бы прямой А Исаак мы говорили тихий Вот ужас Исаака Исаак Бога воспринимает Немножко иначе Чем Авраам Но того же самого Бога Не был со мной Бог отца моего Бог Авраама И ужас Исаак И ты отослал бы меня Ни с чем Но Бог видит Мою обиду И мои труды Этой ночью Он сам за меня вступился Вот смотрите Праведный гнев Иакова Который не знает Что на самом деле Правто Лаван У него украли Этих самых Пашков Вот Иаков Вечно всех обманывает И его обманула Его собственная жена Вот если ты идешь Этим путем хитрости Будь готов Что ты будешь Не только манипулятором Но и объектом Манипуляции И Лаван отвечал Иакову Это ведь мои дочери Мои внуки Мой скот Все что ты здесь видишь Мое Ну изначально По договору с Иакову Он отдал Разве я обижу Своих дочерей или внуков Давай заключим договор И пусть у нас будет свидетель Тогда Иаков Поставил большой камень С таймя Как священный камень И сказал своим родичам Собирайте камни Они нагромоздили холм Из камней И подле него Устроили трапезу Лаван назвал этот холм Егарса Хадута А Иаков назвал его Гал-Эд На самом деле Это одно и то же По-арамейски И по-еврейски Холм Или груда Свидетель Вот этот холм Он становится свидетелем Это границы Которые должны Уважать потомки Лавана Лаван Арамей Значит это Арамейское царство С центром в Дамаске А Иаков Прародитель Израиля Значит это Израильское Иудейское царство Вот между ними Установлена граница В Галаде И Лаван сказал Этот холм Свидетель нашего договора Поэтому это место И называют Галад А еще Митспа Митспа Сторожевая башня Ибо Лаван добавил Пусть Господь Наблюдает за нами Обойми Когда мы потеряем Друг друга из вида Если ты будешь Убежать моих дочерей Или возьмешь себе Кроме них новых жен О Уже ограничение На многоженство Появляется Помни Не человек А Бог Наш свидетель Да вот Лаван Заботится о своих женах Что они может быть Состарятся Иаков захочет Себе молоденьких Каких девиц взять А естественно Его первых жен Это обидит Смотри Сказал Лаван Иаков Этот холм из камней Этот священный камень Который я поставил Между нами Они свидетели Нашего договора И я не буду Переходить Со злым умыслом На твою сторону Холма И ты не переходи Со злым умыслом На мою сторону Холма И священного камня Пусть нашими судьями Будут Бог Авраама И Бог Нахора То есть Отчие боги Иакова и Лавана Значит у Лавана Тоже есть свой какой-то Бог Лаван единобожник Причем этот Бог Ему от отца Ну что называется В наследство достался Не обязательно У человека древности Очень часто Даже у язычника Был свой Бог Которого он почитал Как своего покровителя Да это вот Такой принцип Не единобожия Но Его называют еще Монолатрии Да он почитает Только одного Бога Из всех И в любом случае Язычник И единобожник Они верят Что вот этот самый Бог Которого Каждый из них почитает Накажет за нарушение Торжественной клятвы И поклялся Яков Ужасом отца Своего Исаака Вновь это такое Яркое выражение О Боге Затем Яков Принес на горе Жертву И пригласил родичей На трапезу После трапезы Они остались на горе Ночевать На утро Лаван поцеловал Млоков и дочерей Благословил их И отправился домой Зачем нам Эти семейные истории Это конечно получше Чем про козлов Но все равно Мелочи какие-то Ну во первых Это граница Между арамейскими Царствами и Израилем Между прочим До сих пор Израиль и Сирия Границу не установили Да Вот эти голландские высоты Это место Где Каждая сторона Хочет их видеть своими Большая проблема До сих пор А с другой стороны Это Очень важный пример Отношений Якова Который уже народ У него уже две жены И много сыновей Это маленький народ Народ зародыша Но уже народ И другого народа Вот как устраивать Свои отношения Уйти оттуда С хитростью Да Но без воровства Воровство Недопустимо Договориться Не воевать А договариваться Устанавливать Какие-то Границы Эти границы Соблюдать Международное право По сути Здесь закладывается Вот нельзя Нельзя просто так Чего хочешь взять Потом кого хочешь убить Какие хочешь границы провести Надо договариваться Тоже Очень важный принцип Вот книга бытия Учит даже этому Ну а следующая глава Там будет вообще Совсем все непонятно Тридцать вторая Загадочная глава